Летайте, мечтайте, живите, творите, действуйте, любите. Такая вот картинка у нас. Представляете, как красиво здесь, когда солнце светит. Ну а сейчас у нас 10 градусов, 10. Накрапывает дождик. Завтра обещают погоду уже улучшения. Завтра не будет дождя. А сейчас я даже увидела... До этого, вчера не видно было горы. Снег лежит, видите. Снег в горах. Стройка здесь продолжается. И вот такая у нас за окном красота. Я в куртке стою на балконе. Ну понятно, здесь ветерок, очень красивый здесь вид. У меня, слава богу, все высохло со вчерашнего дня. Все вещи, ну и даже, не знаю, то ли эти резиновые сапоги покупать. Ну, в принципе, на один день зачем, я думаю. Каких только нет, еще покупать дополнительно. Саночкой сейчас завтрак. На завтрак у нас яичница, сачок, сырок. К сожалению, много всего. Нету посуды. Вообще ничего нет. Сковородка ужасная, еле отлепила яйца, крышки нет. Вообще ничего нет. Вот стоит как бы, да, моющая. Ну да. Ну, обычно, когда в гостиницу заезжаешь куда-то, то там есть туалетная бумага, хотя бы две на запас, да, потому что там мыло, моющие средства или еще что-то. Здесь, ну, понятно, что может быть стоимость аренды сейчас жилья здесь, я вчера так и не сказала, рассказывала, рассказывала, три тысячи рублей в сутки. Вот эти вот апартаменты три тысячи. Ну, в принципе, как бы цена не особо дорогая, но учитывая сейчас, что не сезон, нам сказали, что можно было и за две снять, в принципе. Вот. Ну, а сегодня, как всегда, день с нами. Начинается он с завтра. Смотря на недостаток посуды, он у нас все равно отличный. Яичница, как всегда, хлебушек, кстати, здесь очень вкусный. Кофеек Мехмед и Финди. Потом сачок будет, конфетки, тортик вчера Эдуард привозил. А самое главное, я, знаете, что вам не показала вчера? Самое главное, что Эдуард принес с Катей. Смотрите, это мандарины из их собственного сада. Представляете, вот так вот прям, смотрите, с веткой. Вот у нас продаются на ветке, и здесь мандарины на ветке. У нас одни тапки на двоих. Тапок нет. Подготовились, чтобы быстро уезжали. Подготовились, плохо. Вот. И эти. В общем, Эдуард с Катей сказали, что они нас отвезут в этот сад, покажут, как растут мандарины, как их можно пособирать. Сейчас погода у нас улучшится. Я думаю, что интересно, у нас с вами что-то будет. Я очень хочу подняться. Здесь есть высокая гора, церковь на горе. Там смотровая площадка очень красивая. Но, конечно, все это нужно делать в хорошую погоду. Вчера был дождь, сегодня ветер. Зашли в торговый центр. Думаю, посмотрю здесь, может, что-то типа резиновых сапог. В общем, какие-то варианты. Хотя, в принципе, сегодня сейчас дождя нет. Покупать на один день, при том, что у меня дома полно всего. Кей-то. Ну, просто позиствует мой любимый блеск. Обожаю вот эти блески. Сейчас, где они? Они есть двойные, 49. Завтра пятница. И завтра, говорит, будут скидки. Завтра черная пятница. И завтра будут очень большие скидки. Посмотрим, сколько он будет стоить. Завтра я его куплю. У меня был... Сейчас вот вспоминаю, какой оттенок. Здесь, похоже, такого нет. Но, наверное, вот такой вот. Вот у меня был последний. Очень красиво он смотрится. 33. В общем, 43 лари. Запоминаем. Дели мимо. Тут такое чудо. Смотрите. Красиво. Очень красиво. Сколько что-то, красота. 109 лари. Это в районе 5000, что ли? 4. А вот это, я так поняла, под брюки, под какие-то вы одеваете. Вот такую красоту. Тут у них нет, наверное. Стринги. Как стринги, клопальник такой. 119. Но это не клопальник. Мне кажется, это все-таки как верхняя часть, каким-нибудь брюком таким симпатичным. Интересно, какие сейчас цены в Турции. Может, Турцию сгонять? Мы здесь на границе находимся. Была бы машина, можно было бы. Интересно посмотреть в других странах, в других городах, что продают к Новому году. И хочу сказать, что ассортимент приблизительно одинаковый. Только здесь елки немножко другой формы. Свечи. Мне кажется, это, знаете, как снаружи сделаны из воска. Но это, ну, то есть здесь не надо ничего зажигать. Здесь просто вот включаешь ты ее, и она как будто как свечка горит. Вот, не опасно, прикиньте, а снаружи сделано как воск. Ой, такие вот штучки-то, штучки. Очень мне нравятся такие штучки. Какой шар, как будто из хрусталя. Но это, конечно же, не хрусталь. И, скорее всего, мне кажется, Китай. 29 лари. Такая подвесочка стоит. Шарик, подвеска. Смотрится как хрустальный. Но это пластик. Так, ладно. Как это говорят? У мамы такая поговорка, если кто такой знает. Дождь идет, а мы скирдуем. Дождь идет. В общем, это у меня дождевик. Он очень плотный. Я не брала с собой зонт и думаю, покупать мне здесь его или нет. Завтра, послезавтра и дальнейшие дни дождя не ожидается. Только сегодня. Смысл. Дома у меня много зонтов. Не буду. Здесь есть очень распиаренное место. Во всех отелях Орби реклама. Ресторан Панорама. Он находится прямо рядышком с нами. У нас уже такое обеденное, даже я бы так сказала, время для ужина, наверное. И пойдемте посмотрим это распиаренное место. Стоит ли его посещать? Идти туда, кто приедет сюда летом? Или не стоит терять своего времени? Покажу сейчас, как оно выглядит. Снаружи красиво. Итак, вот это вот круглая башня впереди. Все такая стеклянная. Это и есть ресторан Панорама. Где-то на 33 этаже находится. Вон там, под самым небом. Можно так сказать. Все хорошо. Вот только... Все у меня. Дождевик есть. Только ботинки подкачали. Поехали, посмотрим. Не знаю, что там. Можно чем-то перекусить. Или нет. Поехали мы в эту башню. Выглядит здесь все очень красиво. Посмотрите, как... Только непонятно, куда я... А, это лифты. Это лифты так украшены. Надеюсь, лифты здесь бесплатные. И реклама ресторана этого Панорама. 31 этаж. Да? 31 этаж написано. Какой лифт придет первый. Эти на 30-х находятся. Вот первый. Пойдем. Сюда. Я не поняла сейчас меня парень. Чего он за мной бежал? Познакомиться. Слушайте, иду я вот в таком плаще. Оксана говорит, ты людей пугаешь. А он крас леной не смотрит. А он что-то да мне. И что там мне пишет главное, да? Через тревог. Через тревог. Нет, как ты, как... Как мы? Лена, где кушать еду? Лена, по-русски. Она говорит, есть еду. Как вы так? Поесть. Мы только поесть, ребят. Нам больше ничего не надо. Поесть, поспать и отдохнуть. Это про нас. Так, 31 этаж. Быстро очень поднимаемся. Прям вообще моментально. И здесь это, наверное, единственный лифт, где не нужно прикладывать карточку. Потому что здесь без карты вы не уедете. Людей, понятное дело, что сейчас здесь нет. Потому что на улице погода отвратительная. Раздевалка здесь есть. Где вы раздеваетесь? Повесили здесь мой плащ. Плащ, это я, знаешь, все санэпидемстанции напоминаю с Оксаной в одинаковых костюмах. Зато теплых, ребят. Очень тепло в этих костюмах. Не сильно у нас изменился вид. Теперь только мы не видим эту башню из окна. А так мы ее видим. И вид вот такой. Но я хочу посмотреть вот оттуда вид. Вот, оказывается, здесь все забронировано. Место распиарено. И несмотря на то, что здесь огромное количество столиков, вот здесь нам сказали, что все забронировано. Давайте посмотрим. Мы, собственно говоря, сюда ради этого вида ехали. Я думала, что мы будем как-то вот так сидеть и смотреть на море. Ну, в принципе, у нас там тоже вид неплохой. Тоже какой-то, видимо, ресторанчик здесь находится. А вот здесь поющие фонтаны. В общем, здесь сейчас есть в наличии два стола. Один стол с ограничением 2 часа. Туда, куда нас посадили. И один стол безлимитный. Но там уже сидят рядом люди. А нам снимать, ну, и как бы будет некомфортно. Потому что мы по 200 раз одно и то же с Оксаной повторяем. Ну что, давайте посмотрим, что здесь можно взять. Хачапури по-эмеретински, хачапури по-аджарски, с копченым сулугуни, с грушей даже. Смотрите, хачапури. И горгонзолы. Может, мы одну на двоих возьмем с тобой? По-русски. Почему? Потому что вот здесь напротив вот эта вот тоже башня Орби. Их здесь две. Здесь все апартаменты. Вот у людей, которые купили апартаменты для сдачи. Сам здесь никто обычно не живет. Там как гостиничные номера все. Сделано точно так же, как у нас. И везде во всех этих башнях, представляете, сколько тут человек живет, вот крутится реклама этого ресторана. Поэтому, ну, как бы живет очень много русских. Очень многие покупают. Вижу, мы здравствуйте. А что посоветуете вот из вашего традиционного? Не знаете? Ну, я уверен, что... А шкмерули большая порция? Сильно? Полцыпленка. Полцыпленка. Может, вы тут фотографии посмотрели? Может, вы так не посмотрели? Да нет, я знаю, как выглядит. Просто я не знаю, насколько большая порция здесь. Ну, у нас, кстати, более умеренные порции, чем в классических ресторанах. У нас такая более стандартная порция. Ну, то есть небольшая, да? Ну, не так, да. А вот эта картошка жареная с грибами, это джахури, да? Нет, картошка жареная с грибами, это картошка жареная с грибами. Ну, а джахури со свининой, это что? Там овощи, томаты, паприка, картофель, грибов там нету, там лук или... А жареная картошка, она как называется? С грибами, так и называется, да? Есть. Ну, мне тогда вот ее, жареную картошку с грибами. А есть какая-нибудь... Катерок, Денис, жареная. Хачапури какой-нибудь не очень большой есть, чтобы реально было съесть все это вместе? Одному? Да, одному. Ну, нет. Нет, все большие? Хачапури, да, плюс милый. Ну, а жарские, самый небольшой есть. Ну, возьми одну на двоих. Ну, давай с тобой одну. А тогда на двоих давайте хачапури с грушей и гергонзолой. Хорошо. Это где надо? Так, а с напитками мы сейчас еще определимся, я не знаю, что. Я еще и все второе. Есть здесь повыше еще один этаж, сейчас мы посмотрим, что там. А можно эти шочки? Где лучше остановиться? Ну, можно, да, вот такой красивой лестнице. Так, в общем, здесь есть, видите, еще говорят, высший этаж, но сейчас он закрыт. Ну, мы сейчас по лестнице прямо дойти до... Да, вы увидите его. Да нет, понятно. Но сейчас в связи с погодными условиями, вы сами видите, какие погодные условия. Здесь, посмотрите, целая коллекция пробок встречает вас при входе. Ну, и да, 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 да. Здесь прям очень... А, слушай, ну можно в 6 часов сюда перейти. Но здесь прохладно. А здесь как-то еще какое-то отопление будет? Нет, конечно, ну прям сейчас же здесь некого, а там... А, понятно. На умеренной температуре, потом его включают. А здесь как-то заранее нужно бронировать вот эти столики видовые? Нет, надо сейчас спрашивать, ты делаешь. Сейчас свободно, скорее всего, да? Надо им спросить. Ага, сейчас спросим. Есть только погода, да, но точно уверенно не будет. А может, наоборот, все решили пойти в ресторан, потому что такую погоду некогда. В общем, ребят, ну я хочу сказать, что здесь мне нравится на этом этаже больше. Здесь, потому что вот такие вот прям видовые места, знаете, как романтический вечер какой-то провести вдвоем, винцо попить, ну и, соответственно, посмотреть на закат. Поэтому он, собственно говоря, и работает после 6 часов. А после 6 это сейчас работает или, ну, я имею в виду, летом так же? Летом наоборот это даже работает. А, летом? У нас открытая терраса с... Все там наоборот. Здесь, как бы, нет особо желающих. У нас в другом месте, где вместить. Не актуально, понятно. То есть, ну, сейчас... После 6. Так, что я хочу сказать. Прям красота. Вот все, что белое, с той стороны тоже видно, вот белое, оно открывается. А-а-а. То есть, ты всегда в открытом не был. Ну, тогда, конечно, летом-то. И вот, где-то вы видите, опускаются. Ну, боковые части тоже. Ага. То есть, то, что вы видите, оно опускается. Ну, конечно, летом, когда жарко. Ну, поэтому там не сидят, потому что хотят сидеть там, где воздух, а не там, где. Ага, понятно. Ну, это летний, наверное, тоже вариант, да? У нас здесь вечеринки проходят вот сейчас по стекло там. Ага. О, ну, ты здесь тоже очень красиво. Но здесь просто, наверное, закрыто это типа железь или это стекла. Смотрите, вот прямой, что этого дало, это вот зимний сад. То есть, это все живые растения абсолютно. А как же они не замерзают сейчас? Ну, это, скажем так, сейчас же самая зимняя погода. Ага. В зиму в Батуми не бывает минусов. Вот плюс один, плюс два, и вот такой холод, это вот сейчас зима буквально. Сейчас зима. Ну, знаете, мы из Москвы вчера прилетели, у нас минус три. У нас зима. Ну, понятно, я слышу, да. Ну, вы имеете в виду, что сейчас для грузин зима, для Батуми зима. Да. Для Батуми. Вот, берите, бывает, минус три. Ага. Красиво очень, да. Ну, да. Я не слышала, я там, это все крыша разъезжает сюда. Да, 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 да. Вот это, смотрите, пускается. Ага. А, и ты сидишь вообще? В общем, летом это рай, ребят. Так что стоит сюда зайти, стоит. Я отвечаю, следующий Юрий день рождаем. А, и тут как раз-таки инстаграмные места вот все такие. Да, это самое инстаграмное место. Ага. Сейчас не тема для инстаграма. Деваша, коллега подруга, я не знаю. Сестра. Оксана, давай пойдем в банкетный зал, там не тормози. Он тоже особо не готов, я не знаю. Снимать его в таком виде, конечно... Да нет, мы просто посмотрим. Люди, я думаю, что поймут, что сейчас... Мы с вами зайдем, она будет понимать, кто мы делись. Так. В общем, если вы хотите отметить праздник в такой шикарной обстановке и с таким замечательным видом, то вот, пожалуйста, вам ресторан Панорама. Красота. Здесь все оборудовано, здесь выделены для... Ну, здесь специально будут все для тебя накрывать. Здесь ниша, здесь по перилетру вдоль и орган становятся столы. Кстати, здесь был небольшой банкет, поэтому сейчас три стола осталось. Ага. В связи с того, что просят выкли. Замечательно, спасибо большое. Вот он, как выглядит вот этот хачапури с горганзолой. Это сыр с плесенью голубой, с грушей и с орехами. Вот Оксана дома пыталась такой вариант сделать, а здесь мы попробуем от профессионалов, как это все у нас. О, а картошечка... Спасибо большое. И вот таким вот образом выглядит порция с картошкой. Смотрите, как красиво сейчас солнышко выглянуло. Впервые за время нашего приезда. Смотрите, как красиво сразу же жизнь заиграла яркими красками. Ну и, соответственно, таким образом все это выглядит, да. Грибы, что ли, подаются здесь отдельно. Сейчас будем с вами пробовать. Смотрите, как красиво выглядит мое блюдо. Смотрите, как красиво выглядит мое блюдо. Пробуем. Скажут, в Грузии ест свою любимую картошку. Она здесь. Высходите. С грибами. Просто огонь. Ну и хачапури с грушей с сыром, горгонзолом. Такой необычный вкус. Орехи. Груша сладкая. Очень сладкая. Орехи. Слушайте, ну я хочу сказать, что здесь место действительно, да, оно распиаренное. И я прочитала много плохих отзывов сейчас, прежде чем сюда идти. Ну и Оксана так скептически говорит, что там ерунда. Но вкусно. Здесь вкусно и быстро все принесли. Может быть, из-за того, что здесь сейчас небольшая заполненность. И это не реклама этого ресторана. Я наоборот, Оксана говорит, типа, мол, зачем нам туда идти? Я говорю, ну пойдем тогда снимем контент, что, типа, мол, сильно распиаренное место. И туда идти не стоит. Но такого контента не получилось. Я должна дать должное, что еда вкусная. Ну а на ценник мы с вами посмотрим в конце. Такой счет нам принесли. Ну что, мы сейчас попробуем с вами подойти к морю. Если там будет сильный ветер, а он сегодня сильный ветер. Дождь, слава богу, успокоился, но ветер. То я тогда вам наложу звук. Но море-то мы должны увидеть. Завтра прям вообще будет уже хорошая погода. Так, ну вышли на набережную. Здесь уже появились люди. Сейчас встретили, кстати, наших зрителей Настя. А она сказала, что у нее подруга Оксана нас постоянно смотрит. Вот в этой башне, с которой мы спускались из Орби. Поэтому, Оксаночке, большой привет. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Девочки, до слез сейчас смеялись. Мы никак не можем с лифтом разобраться. Здесь, чтобы зайти в лифт, надо приложить карточку. Оксана прикладывает, но у нее как-то не получается. Получается, мы сейчас... В общем, мы живем на 22 этаже. Она прикладывает эту карточку. В общем, ну, как будто бы мы едем. На самом деле, это просто кто-то вызвал лифт. И приезжаем мы на 21-й. А нам на 22-й. На 21-й тупо. Ну, кто-то вызвал, а они сейчас не испоют. Мы выходим. И не знаю, что нам делать дальше. Толя, нам сэкономить поездку и пойти пешком. А потом, что нам экономить? Точнее, чужие поездки. Ну, ладно, ладно. Ой, Игорь, ну что у нас за приключение? Только наша одежка. У нас видок такой. Я стою в этом плаще хирургическом. И мы давай смеяться. Так, ладно, я вам обещала показать вино, которое мы... Которое в прошлый раз нам посоветовал парень-таксист. Мы его взяли. Нам оно понравилось. Взяли еще. И взяли еще. Потом опять понравилось. В общем, а у нас мы его не нашли. Я не говорю, что это супер-пупер там какое-то вино. Стоило сейчас... Это 400 рублей. Это 400 рублей получили. Нам сказали такое хорошее вино. Ой, девочки, я не могу просто... Да, оно стоило 16. Я говорю, а что оно такое дешевое? Не хотела брать. Мне говорят, ну стоило это 16. То есть, понимаете, аргументы. Я говорю, стоило... Ну, говорю, дешевое. Ну, стоило это 16. Сейчас, говорит, акция. Вот такое вот. Ну, просто вот эта вот фирма Тельяне Вейли. А ну, взяли какой-то Монави. Ну, сухое. Сухое якобы стоило раньше 16, а сегодня по акции мы его взяли по 9. Ну, это мы взяли домой на Новый год. 9.80. Ну, 10 почти. Это 400... Ну, блин, за 400 рублей что, может быть, хорошее вино, что? Мы же мы пробовали в Турции, когда с ребятами ездили. Ну, я не уверена, что оно было Монави. Ну, какая разница? Там много разных этих сортов. Ну, в общем, по акции мы взяли. А пока сейчас проходили мимо торгового центра, увидели, что там есть магазин Массима Дути. А мы сегодня что-то когда там были, мы туда еще не заходили, в Массима Дути, да. Поэтому сейчас мы с вами идем туда. Так. 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 Мы сейчас с вами были. Вот в этой башне, которая вся переливается. И вот сейчас встретили Анастасию. Они как раз-таки снимают там апартаменты. Апартаменты нравятся. И, говорит, очень-очень красивый тоже у них вид на море. Ну, и у нас с вами тоже сейчас очень красивый вид на море. Собак очень жалко. Собак очень много сейчас. Они привыкли на набережной, живут, что люди, ну, отдыхающих много подкармливают. А сейчас вот второй день, считайте, шторм. Блин, мне там так жалко. Хоть прямо сейчас иди покупай колбасу и иди туда назад. Но я не уверена, что мы ее найдем сейчас оттуда. А так, посмотрите, оцените. Потеплело. На набережной ветер сильный. А вот сюда уже выходишь. Здесь уже нормально. Абсолютно. То есть уже 13 градусов сейчас вечером. Ну, прям вот видно было, что и солнышко уже проглянуло. Завтра будет вообще красота. Видели, как сейчас садился самолет. Вот что здесь страшно? У нас еще нет обратного билета с Оксаной. Страшно очень приземляться. Очень страшно приземляться. Самолет колбасило вот весь полет. Турбулентность была. Практически не отстегивались. Меня еле стюардесса пустила. Кто-либо говорит, там бесит, говорит, табло горит. Пристегните ремни. Ну, а я говорю, я не могу. Девушка, она говорит, тогда вся ответственность на вас. Я говорю, ну, разумеется. А на ком она еще может быть, это ответственность. Вот. И хотелось бы взять билет не на Суперджет. Но мы не нашли. То есть есть Туркиш, но Туркиш 130 тысяч. Это очень большая цена. Конечно, мы за такую цену улететь не можем. И билеты как-то что-то подорожали сильно. Резко мы уж думаем, то ли через Ереван, то ли через Стамбул. Ну, как всегда с Оксаной. Видите, как билетов не было. Поэтому мы полетели в Стамбул, ребята. А в Стамбуле тоже не было билетов. И мы задержались на недельку. Я шучу, но в каждой шутке есть доля истинного. Так. А мы с вами сейчас идем, спускаемся в торговый центр. Вот. Вот эти вот окна, которые светятся. Там написано Масима Дудь. А мы не видели как-то ходить. Мы любители ходить налево, понимаете? Мы сколько здесь были, все налево ходили. А справа нет. Мне нравится вот в этом магазине смотреть, потому что то, что есть здесь, потом копируют во многих других магазинах. Понятно, что здесь ценник далеко выше среднего, но можно посмотреть какие-то интересные модели. То, что сейчас в тренде, и то, что актуально. Брюки из бархата. Ну, здесь, знаете, какое-то такое сочетание. Брюки сами по себе красивые. Ну, посмотрите, вместе с кофтой. Из кофты все летит. Она шерстяная. Да, и все на брюках. То есть сочетание такое. Курточка. 279. Ларри. Не, ну нормально 279. А, подожди, 200. Это 10 тысяч, да, и куртка? Больше, чем 10 тысяч. Брюки. Брюки кожаные. Кстати, обратите внимание, сочетание. Я смотрю, здесь кожаные, там кожаные. То есть кожа все равно, тем не менее, в тренде. В общем и в целом. Здесь все-таки больше ориентация идет на размер 42-44. Кстати, вот эта куртка 1400 лари. 1400 лари, что-то я даже сообразить не могу. Сейчас помощь друга нужна. Друга, 1400 лари, что-то я перевезти не могу. Почему не можешь перевезти? 1400 лари, пиджак стоит. Примерно. 1000 лари. Не 100. 100 лари, это... Подожди, 200 лари, это 10 тысяч. 240 лари. А здесь 1400 лари. Нет, просто там курточка. Ну вот такая вот, маленькая курточка. Так, в общем, не были мы в массе Мадуте и ничего не потеряли. Это такой большой магазин. Нам, кстати, сегодня мы хотели... Чурчхелу Оксана хотела купить. Я не буду покупать. А сколько я покупаю, мне потом моль заводится. И нам сказали, что лучшая чурчхела продается в Спаре. Мы в прошлый раз брали. Ой, в Кархуре, да. Оно вот это тоже красивое, кстати. Да? Мы посмотрим, здесь есть Альяне Вэли или нет, которую мы взяли по акции. Мне просто интересно. Нам девушка сегодня так... Прямо мне такое ощущение, что она хотела избавиться от этого вина. Поэтому нам его активно очень советовала. Здесь, вон она, Альяне Вэли. Сколько стоит? Только это другая. Это Кси. 13, да? 15,50. Но здесь только один вид, а вот там в том магазине три вида у нас было. Альяне Вэли. Так, ладно. Я на Беглаве хотела. Нет, здесь недорогой. Такая же же цена, Оксана. На Беглаве Ларе 65 и Ларе 80. То есть, ну, где-то приблизительно 80 рублей. У нас она стоит дороже, разумеется. Водичка хорошая. Нужно пить. Меня просил о цене на Apple. Айфон 16, Pro Max, 256 гигов, 4, 299. Ларе. Вот такой вот, Apple 16, Pro, 3,549. Ну, а я хочу, конечно, себе Samsung посмотреть. Вот они, ценники на Samsung, 699. Ларе, это Galaxy A. А мне нужен Galaxy S. Мой, который, как у меня, только последний. 24-й. Вот он. Ну, почти 2000 лари. Вот Dyson. Dyson, сколько здесь стоит? Вот я покупала реплику Dyson. И он очень мощный. Очень мощный. Я думаю, что, блин, если это Dyson, то там, наверное, вообще зверь. Но там постоянно отваливаются вот эти вот детали. То есть, там магнит слабый и не держится. А так здесь, я не пойму, вот это вроде Dyson. Просто немножко не такого плана, как мы привыкли. 1259 лари. Вот здесь, смотрите, какая интересная тематика. Мы попали. Стаканы. Такие вот стаканы. Как вот я с собой вожу, только с прозрачной. То есть, термостаканы. Они как термос, только пьешь как из стаканчика. Очень удобно. Никто не видит, что ты пьешь. И плюс держит температуру. И очень красивая расцветка. Почему? Ну, это не термо, мне кажется. Ну, вот же внутри. Ты же, видишь, она как термос сделана. Они все такие, конечно. Ну, как нет. Она же держит тепло. Блокноты тоже. Это, знаете, как тематика. Это Хоргла. Это Гарри Поттер, кто вот смотрит, кто любитель. Но я и говорю, тематика Гарри Поттера для любителей Гарри Поттера. Мы еще красоту-то увидели для дома. С 30% скидкой. Это, знаете, мне кажется, какая-то такая тематика, как гномы. Сколько, интересно, это чудо. Соседнее чудо. Не пойму, сколько стоит. Вижу только, что 30% скидка. А, это щелкончик. Шарик 34 лари. Видите, тоже здесь такие чайнички. Продается, как в Турции. Чайник над чайником. Подожди, это два заварника, получается? Или в одном кипяток, а в другом заварка? Как-то они так делают, да. Это же все турецкий вариант. Ну, вот я турецкий-то вижу вариант. Но как-то непонятно, как это все работает. Если ты будешь вот из этого наливать, с этого же будут лица. Или они по отдельности все снимают. Мил-мил. Мне очень нравятся сумочки. Ну, нет, нет. 169 лари, она никак не может стоить. Ну, настоящая, я имею в виду. Поэтому я думаю, что у нас на рынке похожие будут. Это все реплики. Может, хорошего качества реплики. Это точно, однозначно реплики. Мне вот эта сумочка здесь понравилась. Очень форма. Вот такие вот люблю. Она не очень большая и удобная. 159 лари такая стоит. Так, ну что, дорогие друзья, нагулялись мы. Нагулялись мы по торговому центру. Посмотрели, полюбовались на все. Это наш ужин. Ну, я шучу. Ну, на самом деле, мы же поелись не очень хорошо. Ну, наверное, чай попьем с какой-нибудь печенюшкой. Завтра ждем улучшения погоды. Ну, а на сегодня с вами прощаемся. Как всегда, желаем всем добра, удачи, позитива, отличного настроения. И увидимся с вами вновь. Пока-пока, Маша. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok